Монстр Хантер Уорлд Для 90% игроков, падких на подобную статистику, обзоры ютуберов и особенно оценки игровых изданий, а они были крайне высоки, этого будет достаточно, чтобы купить игру. Но не нужно так, не спешите, не будьте уточками, не считайте первое услышанное мнение об игре из любого источника достоверным и ни в коем случае не применяйте его на себя. Вам ведь играть в игру, а не в эти сухие циферки. Мне ключик подогнал старейший интернет-магазин GamaGama.ru. Этим ребятам не важно мое мнение по игре, им важно, чтобы мои зрители узнали, что игра Монстр Хантер Уорлд по ссылочке в описании стоит всего 1640 рублей. Это стандартное издание, что почти на 20% дешевле, чем в стиме, и даже делюкс издание у них стоит дешевле, чем обычное в стиме. Для этого переходим по ссылочке, если видим скидку, то покупаем по ней, если не видим, то на крайний случай я выпросил промокод. По нему игра даже дешевле на 1 рубль выходит, да и промокодом с другом поделиться легче. Скидка на игру и промокод вы найдете в описании. Ну а лично я впервые увидел Монстр Хантер Уорлд на стримах, и там пара человек били здорового такого монстра. Умирали, опять били и опять умирали. Было настолько убого и скучно, что я точно для себя решил не играть в Монстр Хантер никогда. Но потом, совершенно случайно, на одном небезызвестном ресурсе наткнулся на статью, где относительно подробно рассказали об игре, что она действительно про убийство монстров, и это в принципе все, что она предлагает. Но монстров там очень много, они воюют между собой, и для их анегаляции есть целая прорва разнообразного оружия, с разными мувсетами и возможностью улучшения. Из убитых монстров можно крафтить новое оружие и броню, а еще есть ловушки, еда, эликсиры и прочие приблуды для более эффективного истребления фантастических тварей. А еще, что вот у того монстра, которого били стримеры, нужно было сначала сбить бараню, потом оторвать ему рога и хвост, потом оглушить по голове и добить в пузо, или вовсе вытащить его на другого монстра. И я такой, хочу стать охотником! Получается, что те стримеры в угоду своей профессии, лояльности и долго перед аудиторией или рекламодателями на релизе Монстр Хантер на консолях своей непонимающей игрой просто-напросто ввели многих игроков в заблуждение. Конечно же не всех, но лично меня ввели. Они ничего не знали ни о монстрах, они не знали мувсета оружия, они ничего не умели. Но это не их вина, они обычные игроки, играющие на релизе так же, как играл бы я. Только вот не нужно потом опираться на их мнение об игре, как на свое. И большинство игрожуров это тоже касается. Так как же тогда быть? В идеале попробовать разобраться самому. Но в случае, когда тратить бабосы не хочется, а это именно тот случай, хотя бы изучить несколько разных источников и вникнуться в них. Например, на том же ютубе есть тысячи мелких авторов, о которых крупные рекламные корпорации еще не знают, а значит их мнение, хотя и наверняка жутко субъективное, но все же еще пока честное. А еще, например, на том же стиме 90% отрицательных отзывов в сторону Монстр Хантера говорят лишь о том, что игра не запустилась. По тем или иным причинам. В основном, конечно же, из-за Донула. И они правы, что пишут об этом. Только вот непосредственно к самой игре это не имеет никакого отношения. Ну как можно ставить негативный отзыв о игре, когда ты в игру-то даже поиграть не смог? Это техническая проблема, не относящаяся к геймплею. Ладно. Скажем так, у меня все запустилось на ура. Возможно, это волшебный ключик от Гамма Гамма помог. Или вселенная все-таки сжалилась надо мной, ибо я сейчас болею, а Монстр Хантер меня от этого нелегкого состояния слегка отвлекает. И знаете, делает это очень неплохо. И если вы еще не решили покупать игру или нет, и даже если купили, но еще не вникли, то моя следующая тирада слов для вас. Ведь колоссальное вступление на этом закончено. Сразу прошу прощения за, возможно, нестандартный слог и голос, ибо я болею. И ролик пишу то под легкой температурой, то под сильными колесами. А еще забыл рассказать, что у меня есть один лишний ключ для стима от Монстр Хантер Ворлд, который мне любезно предоставили ребята из Гамма Гамма Ру. А дам я его на ближайшем стриме по этой игре, или, возможно, по какой-либо другой. Стрим будет на Твиче, но я не знаю когда, но явно когда поправлюсь. Поэтому лучше всего будет подписаться на Твич и на группу ВКонтакте, так как в ней я всегда делаю анонс перед стартом. Ну, где ссылочки, я думаю, вы разберетесь. Но поехали по игре. Монстр Хантер Ворлд одна из довольно редкой прослойки игр, чье название отражает стопроцентную суть ее содержания. Ведь вы действительно всю игру, все свое время будете только охотиться, выслеживать монстров, а потом убивать их. Причем зачастую находить, убивать, потом еще раз находить и продолжать убивать. Ведь эти суки вечно пытаются сбежать от вашей правосудной длани. В то время, когда вы не будете убивать монстров, вы будете крафтить и собирать все необходимое для убийства монстров. Никаких сложных выборов и глобальных сюжетов. Хотя про сюжет и его глобальность не точно, ибо я его еще не прошел. Но что-то мне, знаете, подсказывает, что это будет именно так. Только охота, охота, немного отдохнуть, поесть, бухнуть и вновь на охоту. И тут я понял, чего не хватает настоящему охотнику за чудовищами. Впрочем, если вы любитель сюжетных игр или не любитель геймплея, боевки и, конечно же, моря гринда, то, возможно, игра вам не подойдет. Ибо основная идея игры убивать монстров и создавать из них мощное снаряжение, чтобы убивать еще более опасных монстров. Но при этом в Monster Hunter World не так просто разобраться в первые часы игры. Смотрите сами. Классы тут завязаны на оружие. Всего их 14, так сказать, типов. И, соответственно, ваше оружие это ваш стиль боя. Есть условные танки со щитами. Есть условные ДД без щитов. Есть дальнобольное оружие в виде двух арбалетов, лука и пушки копья. А еще вот такой вот ланс есть, который умеет кидать жуков. Ммм, да. А я ведь еще о бафающей валынке ничего не говорил. Короче, оружие я разбирать сейчас точно не буду. Это нужен отдельный ролик, причем чуть ли не по каждой пухе. Если интересно сейчас, то оставлю ссылочку на сайт со статьей, где есть краткая информация о каждом типе. А еще лучше идите в свою комнату в игре, конечно же, на тренировочную арену. И обязательно попробуйте все оружия сами. Прям все. И выберите себе примерно три понравившихся и самое любимое из них. Зачем это нужно? Потому что, как я и говорил ранее, прокачка в этой игре очень важный момент. И буквально после убийства первого же монстра, вы должны заглянуть в кузню и начать прокачивать свое оружие. Прокачка же оружия представляет собой дерево. Выбирая базовый формат оружия, железный или костяной, вы впоследствии ведете его к тому или иному типу улучшения. Которое, кстати, для каждого базового формата разное. Будь то просто дамаг, стихийный урон или критический негативный эффект. По большому счету, даже если вы любитель всего одного оружия в игре, вы можете сделать несколько его дубликатов и развивать его всеми способами, чтобы лучше подходить к битве с тем или иным боссом. Плюс еще существует нестандартное оружие, но я такого пока не видел вживую. Но уверен, что оно есть. И да, это японская игра. Поэтому не удивляйтесь таким огромным мечам. Мы ведь все понимаем, почему некоторые себе покупают огромные тачки. Ну или выбирают настолько большие мечи. Компенсируют. Кстати, то, что игра японская, видно сразу. И это особое качество картинки, свойственной на японским играм. Которая next-gen им уж точно не назвать. И дизайн всего, в том числе меню, которое нам немного допоминает Dark Souls. Лично у меня с этим никаких проблем. Я давно привык, но не уведомить не мог. Также, помимо оружия, есть броня. Фактически она создается из кусков убитых тобой монстров. И чем круче монстр, тем круче доспех. А чем круче доспех, тем круче у него статы. Статы, кстати, классические. Обычная броня и разное сопротивление к стихиям и крит-эффектам. Соответственно, лучше, когда все они стремятся вверх, а не вниз. Но в Fashion Souls никто не отменял. Да и чтобы скрафтить себе и своему питомцу полный сет, придется убить определенного монстра не один раз. Плюсом, некоторые полные сеты дают бонус за полный комплект. А также, каждый элемент доспеха может давать какие-то бусты или навыки сам по себе. Например, вот эти вот наручи позволяют мне круто подкатывать к монстрам. Доспехи также можно улучшать за специальные сферы, полученные за задания. Но это обычная прокачка защиты. Не более. То есть, позволяют тебе более низкоуровневые, например, броню поднять по защите к параметрам высокоуровневой. Кстати, да, по дефолту в игре у тебя всегда есть компаньон. Такой вот кошак. По лору это раса палека. Вроде. Также кошаков ты можешь встретить просто путешествуя по миру игры. Кроме того, с ними связаны определенные квестовые цепочки. Так что они довольно важны. Помимо оружия и доспехов, в игре огромное количество расходников. Зелья, ловушки, еда, снаряды для дальнобойного оружия. Все это очень упрощает тебе битву с монстром. И если, например, ты одет в лучшее, что только возможно для тебя сейчас, но монстр тебе не по зубам, обязательно обратись к расходникам. Обычно они помогают. Они даже позволяют не убивать почти убитого монстра, а захватить его в плен и получить с него больше ресурсов. И таких мелочей в игре тысячи. Я уверен, что не знаю и половины. Получается, что Monster Hunter World это не игра про сюжет или спасение мира. Monster Hunter World это фактически сессионный шутант. Только убиваешь ты не тысячу нацистов за матч, а огромного монстра в компании друзей. Ты не суперсолдат-спецназовец, а охотник. В руках у тебя старый добрый топор. И ты знаешь, что сегодня он снесет голову какому-то монстру. Именно этим игра мне и нравится. Не уверен, что смогу пройти до конца сюжетку и, соответственно, открыть все локации всех монстров. Но пока что я наиграл, кажется, больше 20 часов больным. И желание продолжать огромное. Надеюсь, у игры будет будущее и ее будут поддерживать. Недавно даже новость про воркшоп была. Ибо во многом хорошая охота зависит от хорошей новой жертвы. Пока что, когда мне надоедает один монстр, я уже готов убивать второго. Но ведь они конечны. И это меня смущает. Также смущает сама механика боя. Она немного недетализированная. Не уверен, что смогу точно объяснить. Я знаю, что я играю в игру. То есть, я не охотник и лишь играю за него. Нет того уровня погружения. А это очень важно. И во многом, мне кажется, это из-за атмосферы, в том числе графики. И также из-за отсутствия детализированности. Например, с монстров не течет кровь. Мне не приходится чистить за собой клинок. Отрезанный хвост не шевелится из-за сокращения мускул. А из-за отрубка не течет яд. Ну, вот такие вот моменты, понимаете? Плюс то, что это игра сессионная. Вроде мелочь, а чувствуется. И нет доверия, нет погружения. Но это лишь мои загоны. А еще меня смущает, что тут нет урона от безумных падений. Странно, не правда ли? Но да ладно. Забавно, но об этой игре можно сказать как двумя словами. А можно на целых 10 минут растянуть, ничего толком не сказав. Но все же, надеюсь, немного помог определиться с покупкой или не покупкой монстр Хантера Ролд. А также подсубить приятной ценой. А может кто-то и узнал что-то новое для себя об игре. Хотя тут все было прям уж очень поверхностно. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Буду рад лайкам и комментариям. Если будет интерес к игре и этому ролику, то запишу и новые, более детальные обзоры, посвященные монстрам, доспехам, оружию или механикам. Также подписывайтесь на мой канал и мой твич. Как поправлюсь, будем там поигрывать. И там же разыграем, кстати, ключик от GamaGama.ru на Monster Hunter World. Все ссылки есть в описании. Ну, а я же не прощаюсь. Пожелайте мне скорейшего выздоровления. И еще увидимся.